Здравствуйте! Вы смотрите программу Смыслица. Сегодня наша тема – согласование подлежащего и сказуемого. Что это такое? Это соответствие формы числа сказуемого в форме числа подлежащего, в состав которого входит собирательное существительное с количественным значением, большинство, меньшинство кого-то, чего-то или счетный оборот, например, 7 человек. Различаем два типа согласования, подлежащего и сказуемого – грамматическое согласование и согласование по смыслу. Грамматическое согласование предполагает строгое соответствие формы числа сказуемого в форме числа подлежащего. Большинство депутатов присутствовало на заседании Думы. Согласование по смыслу допускает возможность использования множественного числа, чтобы подчеркнуть активность субъектов или разнонаправленность действий. Большинство депутатов присутствовали на заседании Думы или большинство депутатов уже вернулись с каникул, каждый из своего региона. Также согласование по смыслу предпочтительнее, если в подлежащем или сказуемом имеется перечисление. Например, большинство жителей и гостей столицы пришли на праздник, если при подлежащем есть причастный оборот или предаточное определительное предложение с союзом, который большинство депутатов, высказавшихся в поддержку предложенного закона проекта, проголосовали за его принятие. Или большинство депутатов, которые высказались в поддержку предложенного закона проекта, проголосовали за его принятие. Иногда в публицистическом стиле учитывается и этический компонент высказывания. Пять человек погибли при взрыве на этой шахте. Множественное число сказуемого подчеркивает значимость и уникальность каждой человеческой жизни. Существует и так называемое обратное согласование, при котором глагольная связка согласуется не с подлежащим, а с именной частью составного именного сказуемого. Большинство выступавших были сторонниками данной идеи. Пусть наша речь будет безупречной. До встречи!